Добрый день, уважаемые пользователи программных продуктов 1С. Меня зовут Митницкая Наталья. Я являюсь специалистом компании Кудерлайн и сегодня мы с вами рассмотрим такую тему, как оплата времени простоя в связи со сложившейся ситуацией по коронавирусу в зуб. Как правильно сделать оплату за время простоя в связи со сложившейся ситуацией по коронавирусу в программном продукте 1С. Давайте с вами рассмотрим подробно в этой статье и в этом видеоролике. В статье 72.2 Трудового кодекса Российской Федерации дано определение простоя. Он представляет собой приостановку выполнения своих рабочих обязанностей по различным причинам, экономическим, технологическим, организационным. К причинам также можно отнести эпидемию и иные случаи в часть 2 и 3 Трудового кодекса. Сразу следует отметить, что никаких дополнительных действий в зубе делать не требуется. Все операции выполняются штатными настройками и типовыми документами. Первое, что необходимо сделать, это выполнить соответствующие настройки. Переходим в раздел «Настройка» и далее пункт «Расчет зарплаты». В окне с настройками необходимо перейти по гиперссылке «Настройка состава начислений и удержаний». Далее нас будет интересовать вкладка «Учет отсутствий». Здесь необходимо установить галочку напротив пункта «Простои и отстранения». Если предполагается использование внутрисменных простоев, тогда следует также установить и соседнюю галочку. После этого следует нажать кнопку «Применить» и «Закрыть». «Ждем несколько мгновений». Поскольку в нашем с вами примере начисление оплаты за простое в работе не зависит ни от работодателя, ни от самого сотрудника, то данную операцию следует оформлять при помощи документа «Простои и отстранения от работы». Данный документ находится в разделе программы «Зарплата» в пункте «Все начисления». Создаем с вами документ, выбираем «Простои и отстранения от работы». В шапке указываем месяц, когда происходил простой. Выберем с вами «Апрель». Далее указываем нужную нам с вами организацию. Если учет в информационной базе ведется по нескольким, как у меня. Если работа приостанавливалась в части смены, то устанавливаем соответствующую галочку. Также, если среднемесячный заработок меньше мрот и необходимо, чтобы он подставлялся при расчете, когда необходимо установить галочку «Учитывать мрот при оплате по среднему заработку». Также необходимо указать дату начала и дату окончания «Простои». Причина будет в любых случаях простой. И начисление, что оплата по «Простои» по независимым от работодателя причинам. После заполнения шапки документа необходимо добавить в табличную часть сотрудников. Но, соответственно, сначала нам с вами необходимо выбрать «Апрель» по 30 апреля. Либо табличную часть заполняем, либо через подбор, либо «Добавить». Нажимаем кнопку «Подбор». Соответственно, и у нас здесь выбирается списком. Нажимаем «Выбрать» и здесь «Выбрать». На закладке «Дополнительно» можно внести подробное описание причины «Простои». Если под табличной частью документа «Выбрать вариант вместе с зарплатой», как здесь у нас указано, то НДФЛ, а также взнос и удержание будут рассчитаны в документе начисления зарплаты. В других случаях разница будет лишь в том, что НДФЛ будет рассчитываться в этом же документе. И просто нажимаем «Провести» и «Закрыть». Соответственно, у нас срогло, что планируемая дата выплаты 5 мая не может быть меньше даты. Соответственно, нам нужно выбрать текущие. Допустим, поставим 30 июня. Записываем. Записать и провести документ. На этом у меня все. Если у вас появятся вопросы, вы можете оставлять комментарии под этим видео. Мы с радостью на них ответим. А я вам желаю хорошего дня. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...